Так. Ну вот как после таких слов говорить? Идуард Николаевич, мы знаем, что вы любите получать подарки, но мы также знаем, что у вас есть одна проблема, связанная с этим. Вам их негде хранить. У вас проблема утилизации этих подарков. Да, я знаю, что вы даже многие подарки оставляете на вечно ответственное хранение у дарителей. И беря во внимание это обстоятельство, мы дарим вам вещь архиминиатюрную. Эта вещь столь мала, что голому глазу недоступна, и поэтому для восприятия своего требует специального мелкоскопа. Сереж, скажи. Да, мелкоскоп у нас с собой есть. Как ты? Теперь нету. Есть. Мелкоскоп есть, это школьный прибор, он очень ударостойкий. Эту вещь нам подарили тульские... Не тряси, подставь повыше. Эту вещь нам подарили тульские мастера. Это вещь мелкоскопическая нимфозория. Это... Не урони только. Мелкоскопическая нимфозория. Это изделие называется фигурка крокодила, отклитая из чистейшего серебра. Но она настолько миниатюрна, что только можно рассмотреть ее так. Притом при фигурке прилагается ключик специально. Если в пузико крокодила ключик стоять, повернуть, он начнет дансе танцевать с вариациями и куплеты исполнять. По улице ходила большая крокодила, она, она зеленая была. В зубах она держала кусочек одеяла, она, она голодная была. Да, это вот такой вот увидела китайца. Это детский писатель. Это детский писатель, да. Перед всей страной, в общем, выступаете. Не забывайте в прямом эфире. Да, но это не все. Я надеюсь, вы поняли, что мы дарим вам эту нимфазорию, потому что она является фольклорным прообразом известного поющего крокодила с гармошкой. Но вот единственное, что мы подвергли эту нимфазорию небольшому пересмотру, потому что со временем одеяло, которое было в зубах у крокодила, оно и сживалось. И поэтому Сережа сшил сам маленькое стеганное одеяльце, а по краям одеяльца пустил оборочки с цветного мулине. А по оборочкам надпись пустил поздравительную, Сережа. Прочитаешь? Нет, я думаю, что если сейчас кто-нибудь из операторов наденет мелкоскопический объектив на свою камеру... А можете показать нам, да? Это технически возможно вообще, в принципе, маленькое изделие показать вот такое? Досадно, ну ладно. Невозможно, ладно. Давай, прочитай просто, Антон, Василий. Я подержу. Он упал. Эй, 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 эй. Ага, чуть-чуть. Давай. Да-а-а. Здравствуй. Сейчас, Сережа, ну у тебя почерк? Здра... Здра... Ну через «В» пишется. Здравствуйте, дорогой Эдуард Николаевич! Мы все очень любим вас и ваше творчество. Взрослые любят вас за ваши романы и за радиотелепере... Дачи. Дач, дачу, в нашу гавань заходили корабли, большие корабли из океана в таверне... Максим, Максим, там весь текст, просто на педни, вот и до концу сразу идей. Весь текст в песне идет. А в душах нашей читающей детворы навсегда запечатлятся яркие образы ваших героев, таких как Крокодилгена, Старуха Шапокляк, Тр-тр-тр-митя... Все, 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 давай, все, все, давай, давай к финалу, там внизу, видишь, там после винеточки идет. Мы желаем вам счастья и здоровья в труде и творчестве и надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество. С вами Сергей Степанченко и Максим Кривашев. Да, вот это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот. Эдуард Николаевич, мы хотим подарить вам, значит, вот это изделие, это весь ценный, это самое дорогое, что мы могли найти в моем доме, Максим, мы долго-долго рылись, ковырялись, это самое дорогое, что есть у нас за душой, было до сих пор. Мы это дарим вам. У вас есть коробочка или какой-нибудь футлярчик? А во что вы положите? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вот такой футляр нужно обязательно. Вот такой футляр. Есть у вас такой? Эдуард Николаевич, мы футляр не можем вам подарить, к сожалению. Он казенный. Он казенный, стоит 2000 рублей каждому. Мы можем вам продать его сейчас и вы положите туда. Есть у вас деньги с собой, извините, но просто это весь не наше. Давайте соберем. Ну вы знаете, что я в наше время буду ходить без двух-четырех тысяч. Ну конечно, я тоже так думаю. Нельзя. Мало ли там аварий? Не-не, 2000 рублей нам дайте, и мы вам сейчас... Эдуард Николаевич, на вас вся страна смотрит. Не торгуйтесь, пожалуйста. Вы такие гонорары получите за этих крокодилов. Давайте уже все-таки. Ну что, тебе одолжить что-то? Мне нравится этот подарочный набор, а? А у вас мелкоскоп есть дома? Есть. 2000 рублей, он ваш. Есть у вас еще 2000 рублей? Ну я не знаю, ребят, ну пошли ими. Ну что, не может быть, чтобы у вас не было еще 2000 рублей. У вас еще будут впереди публикации и всякие гонорары. Значит, вам вот, пожалуйста, подарок и микроскоп. Спасибо. У вас много таких подарков, нет? Садитесь на место. У нас есть еще одна инициатива. Вот поскольку мы получили вот такую гигантскую сумму по нынешним меркам в руки, мы хотим сделать сейчас маленький такой сбор, если это возможно, и собрать деньги на постановку памятника старухи Шипокляк на хитровом рынке. Если это возможно, давайте. Боря, помоги нам, пожалуйста. По рядам пусти. Да нет, не надо по рядам. Давайте мы здесь оставим эту копилку. Это общественная копилка, по нашему общак. Мы ставим ее здесь перед микрофонами. Всякий выступающий может подойти и положить сюда. Если кто желает, конечно. А теперь песня. Сам я вятский уроженец. Много горького видал, да видал. Всю Россию я объехал с Алёхой. Даже в Турции бывало, дай, дай. Всю Россию я объехал с Алёхой. Даже в Турции бывало. В Турции народу много. Турок много, русских нет, русских нет. И скажу я вам по чести с Алёхой. Жил я словно Махамеда, дай, дай. И скажу я вам по чести с Алёхой. Жил я словно Махамед. Многих турок покалечил. А по дорогам, боже ж мой, боже ж мой. Кошельков по триста на день с Алёхой. Доставал одной рукой, дай, дай. Кошельков по триста на день с Алёхой. Доставал одной рукой. Турки думали, гадали. А догадаться не могли, но не могли. И собрались всем шалманам, эх, турки. К шаху жалобой пошли. Ай, ай. И собрались всем шалманам, эх, турки. К шаху жалобой пошли. Шах им дал совет хороший. Чтоб были целы кошельки, да, кошельки. Забирайте вы карманы, эх, турки. Да на висячие замки, дай, дай. Забирайте вы карманы, эх, турки. Да на висячие замки. Но и тут я не промазал. А нигде промаху не дал, да не дал. Да лото достал большое с Алёхой. Да лото в замки шипало, дай, дай. Да лото достал большое с Алёхой. Да лото в замки шипало. Сам я вязкий уроженец. Много горького витал, да витал. Всю Россию я объехал с Алёхой. Даже в Турции бывало, дай, дай. Всю Россию я объехал с Алёхой. Даже в Турции бывало, дай, дай. Братцы, делайте ваши взносы. Да, дорогие друзья.